кстати с нами александр лагин да вот интересно александр добрый вечер расскажи нам вот вячеслав сейчас рассказывал что у тебя был опыт именно про номер говорил про номер я же свою живу рф своем доме у меня поэтому зарегистрирован как бы сеть книжки на электричество на газ на это все и там открыты счета 810 кода который по документам же аннулирован но который действует сих пор почему я считаю это глобально просто обман населения выкачивание как бы да вот этих наших ресурсов сами отдаем на странным компаниям на же все эти платежные документы если раньше моему сейчас нет вам такой четырех код проверить до принадлежат сша канаде куда все денежки уходят его до вместо того чтобы заплатить допустим 15 рублей да вот как бы вот новыми то есть 15000 старыми под динаминации 98 года все платят 15 допустим новыми то есть тысячу раз больше чем надо и так мы откачиваем а у меня был случай то что как бы больше года не платил за это электричество и за газ уже но за газ я вообще просто пришел туда и сказал что на основании конституции правительные решение правительства за номер 97 где у нас все коммунальные услуги оплачены за каждый квадратный метр платить ничего не собираюсь или представьте документы на основании чего от меня берете не из газа больше ни разу не приходили в течение года а за электричество просто жена настояла она боится говорил мне сказать оплатить его ну хорошо я подоплачу вот я специально выбрал две монеты нового образца да знаете где орел крыльями вверх то есть это означает центра центра билета и центробанка россии ровно 15 рублей но мне там я не не просили показать счетчик я тоже говорю ну ребят ну как может показать счетчике он дать его счетчик я купил за свои деньги даже свои его за установку заплатил не до заплатил ну а пломбировку заплатил заплатил его кому он показания дает мне а как я за ним ухаживаю на месте внутри дома и все остальное если хотите чтобы я передавал показания счетчика этого давайте заключим договор допустим 5000 рублей в месяц вы мне платите за сохранность этого счетчика и я буду каждый месяц и давать эти показания нашел смех отказать него ну а нахрен с вами пошел центробанк того ну сбербанк тоже там надо будет снять как он видел то что написано уао сбербанка на самом деле уже у нас везде паула сбербанк да если никто не знает то что они все сбербанком уже переименованы в паула то есть раньше владелец гербанка не имел права держать больше 50 кс инфрации то теперь может держать хоть и 100 ну и как частную но уже частного очистого пола я от выбрал две монетки но втором вверх где крыльев повернут специально и пошел в кассу оплачивать это но они выписали мне кататься так среди не читали вы читаете 15 тысяч рублей когда порезал две монетки 5 и 10 рублей 15 рублей и пошел оплачивать кассу гербанк вот где они смещу взяли губану 25 рублей других я спрашиваю за что 25 я говорю оплачивать 15 вы меня берете 25 его за что у нас какой-то функция его но это значит за перевод денег вы берете ну конвертацию все остальное 25 рублей царе из пересну им же надо привести из новых старый поместить на счет 810 они не могут поместить то 643 код валюты 810 код и на сделать необходим перевод конвертацию так сказать вот это они берут деньги по вот и вот я оплатил ровно 15 рублей и и больше никаких звонков уже сколько угодно точно уже и звонков а так ходили писем писали там звонки какие были долги долги не но я так понимаю таких звонков меня нету это я понял я так понимаю это все он не решение александр ну то есть я имею ввиду что они просто может быть отстать отстали но до лучших времен когда придут приставы на каком основании ну это понятное дело что с ними так вот разговаривать каждый раз их спрашивать у приставов документы что они работают на какую-то фирму рф и все такое я знаю эту историю вот вопрос в том насколько это вообще рабочая схема что вот так вот и раз и говоришь все ребят ну пока работает но пока а это какой промежуток времени прошел с того момента как вот ты ну начал вот так вот и ну до сегодняшнего не сколько уже времени это ваш угол да уж то и вот и четыре месяца подожди вот тебя вот эти все квитанции у тебя договоры там они оформлены по 810 коду получается конечно да откуда ты это узнал на них же написано везде на самой книжке шарки вперед и там расчетный счет там же стоит на 610 код даже если берете у тебя есть возможность скрин сделать там показать это вот как олег я же говорил что смотри в чем проблема организация да слушай так там же есть проблема в том что то организация которая открыла свой счет да вот соответственно они уже имеют 810 чтобы им заново все вот эти документы свои не переделать там остался 880 код 810 код это у нас код советского союза валюты да да потому что еще в те времена то есть смотри если если человек платит в компанию которая обслуживает электроэнергия там в этом районе и она оформила свои документы в те времена и не был нет не было указа их переделать просто это автоматически ну то есть цифра к осталось та же а считать они будут все по-новому а если вот в отношении таких действий у нас принципе в деревнях так по кружской области многие так делают только они делают проще они вообще ничего не платят вот роман если ты будешь не платить только тебе придет электрики отключат тебя от провода да и собственно да только это бывает три года там не платят может быть еще и четыре года будет решение суда которое да будет вынесен приговор о том что тебя отключить да там олег знаешь в чем самая фишка на момент когда к тебе приезжают значит народ знает что там подъезжает машина уходит из дома и короче нет никого дома чтобы тебе еще вручить эту бумажку вот так можно на два года оттянуть ну подожди в любом случае рано или поздно тебя отрубит надо чтобы нам законно привести этого действия и этой валютой как вот сейчас рассказывает человек что он как бы переплачиваем до огромными деньгами если выписан восемьсот десятый код он на 98 году был и номинирован то есть раньше было 15 и считала над рублей да на 1000 рублей у нас 3 0 убрали по новым ценам то есть требует по старым ценам новыми деньгами вот чем проблема вот чем а у новых но у новых денег какой код 643 нам зарплаты билеты центробанк россии это даже не рубли это билеты не деньги на билеты да да это билета был сур начал советский рубль универсальный потом салару российскими сами рубль но они имели один кодчик 810 да и назывались рублями сейчас же у нас есть около 643 билеты центробанк россии это даже как бы рублями называть и нельзя ну осталось как в одну такой сверх верхнее название а по поводу вот игру слова там говорил насчет да вот эти налогов и долгов и все остальное вот я говорю я позавчера подошел пошел специально в эту избирательную комиссию ну при нашем совете да вот где там берут открепительные наоборот записывается туда и заявил что я одни живой человек суверен и требую удалить из списков созданное но и учрежденный физическое лицо имеющего паспорт российской федерации так как она создана на бумаге априори мертво и не имеет права выражать голос живого человека и буквально на следующий день на следующий день мне приходит смс на почту я прогистирую там налогу да как там в госуслугах и от меня на почту приходит письмо все от налоги вот у меня списаны то есть я никому ничего не было за 8 лет я продвижного раза не честно ничего не заплатил вот как вступил наследство дома и участок земельных вот я живу вот за 8 лет меня насчитали там где-то 50 с лишним тысяч плюс пени там какие-то и вот вчера пришло письмо такое что налоги у меня все списаны до нуля и даю слово и